МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боездное заседание областной коллегии Управления спорта и туризма облсполкома прошло в Барановичах в пятницу 2 октября. В Барановичах прошел день охраны труда в строительстве. Команда Дюзш и Катик Стильщик стала победителем открытого первенства по хоккею на траве. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Весть у Барановича». В Беларуси на 5 октября выздоровели и выписаны 75 303 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 80 696 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 1 949 656 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 862 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Отметим, система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19. Об этом сообщил начальник главного управления Организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев. «В последнее время мы видим, что рост заболеваемости продолжается, и уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости с характеристиками вируса», сказал Александр Пацеев. «У нас отработана вся система, все алгоритмы оказания медпомощи, все клинические протоколы. Мы создали систему, которая показала свою эффективность. У нас есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация по обеспечению кислородными точками». Выездное заседание областной коллегии Управления спорта и туризма Брестского облсполкома прошло в Барановичах 2 октября. На коллегии обсудили вопросы использования спортивных объектов области для популяризации физической культуры и спорта, а также итоги спортивно-оздоровительной работы в летний период 2020 года. Было отмечено, что Барановичи в этом направлении занимают лидирующие позиции в области. Выездное заседание областной коллегии Управления спорта и туризма Брестского облсполкома прошло в Барановичах 2 октября. Встреча прошла под руководством начальника управления спорта и туризма Брещена Николая Глушенин в городском исполнительном комитете. Глава отрасли подчеркнул, что в Барановичах многое делается в направлении укрепления материально-технической базы учреждений спорта и туризма. Однако сделать предстоит еще много. Так следует совершенствовать работу со всеми спортивными школами города, систематизировать кадровую работу, в том числе за счет целевой подготовки студентов для спортивной отрасли Барановичей. Более подробно со спортивной жизнью нашего города Николай Глушеня познакомил начальника дела спорта и туризма Горисполкома Сергей Пиваш. Работа в сфере спорта была направлена на решение следующей задачи. Качественная подготовка спортивного резерва, создание условий для успешного выступления спортсменов на республиканских и международных соревнованиях, обеспечение эффективного использования спортивных сооружений, реализация мероприятий по выполнению постпродам. Подготовка спортивного резерва занимается 10 ученых спортивных учреждений, К сведению, в 10 учебно-спортивных учреждениях работают свыше 450 человек. В нашем городе развивается 21 вид спорта. Барановские спортсмены за прошлый год на международных соревнованиях завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. 39 спортсменов было удостоено званий кандидатов мастера спорта. 4 мастера спорта, 4 мастера спорта международного класса. Победам на соревнованиях способствует развитая материально-техническая база спортивных учреждений. Так, в минувшем году был выполнен текущий ремонт душевых в дюшер номер 3 и текущий ремонт стены тренажерного зала и канализации в бассейне в дюшер номер 4. Спортивного инвентаря индивидуального пользования для детско-юношеских спортивных школ закуплено на сумму более 130 тысяч рублей. Уложено искусственное покрытие на теннисных кортах, на запасном поле стадиона «Локомотив». Во время пленарного заседания не остался в стороне вопрос, связанный с туристической отраслью. В частности, для координирования работы в области туризма создан межведомственный экспертный координационный совет по туризму. Вопросы развития туризма нашли отражение при формировании комплексного плана социально-экономического развития города Барановичи, в соответствии с которым разработан, согласован с Министерством спорта, комплекс мероприятий по развитию туризма в городе. С целью продвижения информации о туристическом потенциале заведены страницы, созданные группы в Instagram, ВКонтакте. Отделом спорта и туризма разработан сайт, размещен на портале электронных услуг. В планах закупка инвентаря для отделения биатлона, которая функционирует на базе с дюшер номер 2. К сведению, в рамках встречи члены областной коллегии посетили ряд спортивных объектов города. Более 50 аллеи семейных деревьев заложат белорусы этой осенью в регионах страны во время республиканского проекта «Парк аллея-сквер семейных деревьев», поддержанную в октябре 2018 года президентом молодежной инициативы о создании в стране парков семейных деревьев, где каждый может высадить свое именное фамильное дерево, реализуют простые белорусы. За этот период они высадили 2736 деревьев, заложив в регионах и городе Минске 18 парков, 15 скверов, 89 аллей семейных деревьев. Копилку проекта пополнят в октябре-ноябре более полусотни новых аллей и скверов. Так, в Брестской области появится 5 новых аллей семейных деревьев. К примеру, уже 7 октября такую аллею в Пинске создадут семьи военнослужащих. Самое большое количество семейных реликвий высадят в Витебской области – 17 новых аллей. В Барановичах прошел день охраны труда в строительстве. За 8 месяцев 2020 года в организациях города зарегистрировано 23 несчастных случая. В том числе два с летальным исходом. За 8 месяцев 2019-13. В рамках работы мобильной группы горисполкома в январе-августе текущего года проведено обследование 60 организаций, в ходе которых выявлено 587 нарушений. По предложению, внесенной мобильной группой, к дисциплинарной ответственности нанимателями привлечено 36 работников. Участники встречи проверили соблюдение техники безопасности на стройплощадках. Они посетили строящуюся школу на 1020 мест в микрорайоне Боровки-3 и многоквартирный жилой дом по улице Профессиональной. Итогом встречи стало усиление ответственности руководителей всех уровней за безопасное выполнение работ. Невозможно представить себе что-либо более ценное и важное, чем жизнь и здоровье человека. Основной принцип и главная задача охраны труда – сохранение этих ценностей путем предотвращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Есть определенные отрасли, где риск получения производственной травмы и количество случаев с летальным исходом гораздо выше. К такой группе относится строительная сфера, которая включает множество операций, производимых вручную или механически, высотные работы, труд в неблагоприятных погодных условиях. В Барановичах прошел день охраны труда в строительстве. Встреча прошла под руководством заместителя председателя горосполкома Дмитрия Тихно и Аллы Даниловой, замначальника межрайонного отдела Департамента государственной инспекции труда. К сожалению, в 2020 году несчастные случаи происходили чаще, чем в 2019. Ампутация ноги и даже жизнь человека, которую уже не спасти – вот последствия игнорирования норм охраны труда. Поэтому в строительной сфере нужно уделять повышенное внимание к соблюдению условий охраны труда на рабочем месте, разработке норм и их строгому выполнению. Успех работы всего предприятия, главное – жизни людей, напрямую зависит от соблюдения требований охраны труда, начиная от разработки проекта и заканчивая сдачей готового объекта. Специалисты по охране труда должны постоянно контролировать выдачу средств индивидуальной защиты, а также соблюдение работниками личной гигиены, качества питьевой воды, условия в комнатах приема пищи, а также соблюдение трудовой, производственно-технологической, исполнительской дисциплины и режима труда и отдыха. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения, входы в строящиеся здания должны быть защищены сверху козырьком. Все это на стройплощадках в Барановичах проверили участники встречи и отметили положительный опыт. В завершение присутствующим показали видео по охране труда, на котором виден результат игнорирования правил техники безопасности. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси. В Брестской области посещать леса запрещено в Ивацевичском районе. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на трофянниках, либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет предупреждение или штраф до 25 базовых величин. Команда «Дюс» ХК «Текстильщик» стала победителем открытого первенства по хоккею на траве. Участие в турнире приняли пять команд из Минска, Гродно и Барановичей. К слову, в нашем городе проводится набор в секцию по хоккею на траве. 3 октября на стадионе «Дубова спорт» прошло открытое первенство «Дюс» ХК «Текстильщик» по хоккею на траве среди девушек 2008-2010 годов рождения с участием пяти команд из Минска, Гродно и Барановичей. Турнир стала генеральной репетицией перед чемпионатом Республики Беларусь этого возраста, которая пройдет в столице в середине октября. Одержав победы во всех четырех играх, первое место завоевала дружина «Дюс» ХК «Текстильщик». Серебро увезла команда «Ритмик» Гродно, «Бронсус» Дюшор ХК «Минск». Лучшим вратарем турнира признана Ольга Демид Барановичи, лучшим игроком Эрика Бенько «Минск». Лучшим бомбардиром стала Полина Манеркина из Гродно. К сведению, в Барановичах проводится набор в секцию по хоккею на траве. К сведению, секция по хоккею на траве в Барановичах объявляет набор детей от 7 лет. Занятия будут проводиться бесплатно, инвентарь также предоставляется на безвозмездной основе. Все интересующие вопросы можно задать тренеру Екатерине Марчик по телефону 8033-329-4176. В Брестской области количество преступлений в сфере информационных технологий за январь-август выросло в полтора раза. Прокуратура обеспокоена незначительными результатами выявления привлечения к ответственности виновных, возмещения причиненного гражданам ущерба. Рост хищений с использованием компьютерной техники обусловил увеличение числа пострадавших, особенно среди людей пенсионного возраста. Такой ситуации определенно способствовала неосведомленность граждан о способах защиты своего имущества и денег. Половина преступлений этой категории совершена с использованием фишинговых сервисов. Это специально созданных интернет-ресурсов, внешне схожих с официальными порталами банковских учреждений и разделами торговой площадки Kufar.by. Четверть через завладение реквизитами банковских платежных карт во время телефонных разговоров под видом сотрудников банков. Эта информация мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова